Приветствую всех в Blender 2.8 на новом эксперименте опять же пытливый ум и давайте рассмотрим в этом ролике именно динамическую топологию убираем баннер долой щелчок левой кнопкой мыши куб дилит на клавиатуре файл нажимаем импорт и сейчас первый наверное персонаж опять же который в прошлом ролике повел себя хорошо давайте его загрузим именно бюст так опять десктоп находим бюст вот этот и жмем импорт нажимаем на модель выделяется и переходим в скульпт режим скульптинга находим вот эту вот вкладку контекст колесиком прокручиваем находим динамическая топология ставим галочку и нажимаем на надпись динамической топологии открывается окошко мы посмотрим что здесь есть здесь детализация значит можно делать детализацию кисти если мы будем вот сейчас выберем кисть F уменьшим кисточку и поставим shift F уменьшим силу нажатия приблизим опять же не видно наверное включим madcap и переключимся на какой-нибудь давайте опять на глину и попробуем все это дело полепить вот нормально все лепится выберем кисточку другого раковская так попробуем резку все прикольно режется в принципе можно работать шифтом выглаживаем вот такая что получается не найду я кисточку клей сейчас мы сделаем вот так вот все по надписям прогоним так глина вот такая кисточка опять же shift F прибавляем интенсивность смотрим что то как полосы глины вот это уже клей будет типа и вот так вот можно все здесь дело пролепливать в принципе бюст вот с этой болванки можно лепить хороший бюст побольше ставим кисть F и вот так вот все набрасываем все тут меняется сетка изменяется все вроде хорошо вот такая штука теперь можно поставить опять же процент детализации повысить и метод уточнения ставим склопывать ребра проверим что это такое ну вот это дело рисуется вот таким образом не подходит и подразделять ребра смотрим что да как ну вроде вот рисует более менее симпатично вот такая штука что у нас тут получится с глазами зажимаем shift колесико зажимаем колесико зажимаем ставим смотрим и вот так вот набрасываем именно глаза можно рисовать такой кисточкой в принципе ничего так получается опять же переключаемся на слой раздувание есть капля сгладка сгладка сгладить попробуем как сглаживает ничего так тоже все работает в принципе бюст можно вылепить ничего так а ну давайте теперь посмотрим как при динамической топологии вытягивание работает подвес палец сдвиг перемещение вот поставим и попробуем немножко все это дело по вытягивать вот таким вот образом опять же shift зажимаем поднимаем так уберу сетку если вы хотите сделать лепку на весь экран то нажимаете control пробел вот так вот ну и попробуем опять же глина добавить глины вот так все это дело добавляем полосы глины тоже можно вот так вот прорисовывать выглаживать и опять же вот добавлять опять же control пробел открываем боковую панель и пробуем опять постоянная детализация вот можно работать на постоянной детализации уже получается в более наверное нормально вот так и шифтом все это дело можем выгладить в принципе получается неплохая моделька немножко тут выглаживаем тоже такая штука в принципе работать можно если можно сделать допустим лицо немножко пошире или давайте сначала губы проработаем так что нам тут может помочь упрощение палец подвес шипок выравнивание сгладить складка давайте попробуем складку опять же уменьшаем кисточку и попробуем все это дело вот делает вот такую складочку control z control z control 6 z назад и будем работать наверное опять так глина погнали прибавим здесь вот губы вот таким вот образом нижнюю губу тоже дорисуем вот так шифтом здесь где-то выгладим alt зажатый это вдавливает а пардон control я попутал the brush и вот так все это дело здесь происходит вдавливание вот таким вот образом здесь вот тоже вдавливаем где-то прорисовываем где-то скулы ну принципе вот эту болванку можно использовать именно для дальнейшей работы можно лепить каких-то персонажей в принципе ведет она себя хорошо вот так все это можно преобразовать где-то надуть так control z здесь есть сглаживание заполнить что-то кисточка заполняем сгладить капли раздувания вот давайте с помощью раздувания немножко раздуем какие-то части вот так ничего так получается можно раздуть шею вот таким вот образом ну в принципе получается вот такой неплохой персонаж ну и давайте поиздеваемся немного подвес включим перемешивание перемещение пардон так что у нас тут с интенсивностью на уменьшим интенсивность давление кисти и будем потихоньку это дело все чтобы не ломалась вот так все это дело вытягивать вытягивается чуть мягче прикольно shift выглаживаем тут тоже где-то сгладить и вот так получается неплохой так скажем персонаж здесь тоже сгладим уберем вот эти кромки принципе неплохо немножко теперь можно вытянуть скулу немножко скулы сделать потолще и опять же можно прибавить силу нажатия вот так здесь раздуть здесь где-то уменьшить опять же поработать с ушами немножко их в эту сторону и немножко сделаем вот так вот топорщины чуть-чуть шею можно сделать потолще и плечи чуть-чуть побольше ну так я согласен еще можно лепить вроде нормально получается вот эту балланку можно в дальнейшем повторюсь использовать для работы так давайте лучше попробуем немножко сделать нажимаем f кисточку можно уменьшить опять же ставим рисовать нажимаем control и вот так вот вдавливаемся в том можно это все подгладить и опять же shift f уменьшить силу нажатия control уменьшили вот так все прорабатываем есть конечно неудобства вот такая программа если кто-то хочет внимается вот этими вот вариантами то можно использовать the brush или скульптис альфа шестую тоже прикольные программы для лепки ну вот такой вот получается так что тут есть еще в динамической динамической топологии это гладкое затенение вот так вот ставим галочку и посмотрим что это означает так опять же берем глину и вот уже по моему она работает глаже вот таким вот образом где-то дорабатываем скулу шифтом выглаживаем ухо здесь вот часть можно поднять внутри тоже можно поработать но опять же на быструю руку вот так вот ноздри так жмем shift f уменьшаем так увеличиваем силу нажатия f увеличиваем кисточку и вот так вот ноздри добавим вот таким вот образом перевернем модель зажатый shift зажатые колесико все это перемещаем и теперь рисование зажимаем control и вот так делаем ноздри таким вот образом здесь теперь можно взять что еще у нас есть складка и прорисовать немножко веки вот так ну тут вот внизу вот эти вот части где-то оформить нос где-то оформить ноздри и вот так вот оформить скулы в принципе пойдет так ну и что в принципе динамическая топология нормальная но попробуем эту динамическую топологию именно уже не на болванки а попробуем наверное на сфере и скульптис файл новый общие не сохранять скульпт 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 в заходим заходим теперь опять контент находим динамическая топология жмем да нажимаем на топологию смотрим что тут изменилось относительно так детализация по кисти и подразделение подразделять и схлопывать подразделять и ребра поставим опять же поставим мэткап глину и попробуем так уберем сетку и вот не меня интересует именно опять же прорисовка и вытягивание так смотрим что тут вот здесь у нас симметрия вот так все это дело по ней в прошлый раз все вытягивалось рисовалось хорошо все хорошо так и теперь опять же вытягивание и опять же shift выглаживание сфера ведет себя изумительно вот так вот можно лепить вот так что то можно здесь уже делать и вот по ней и так хорошо идет и так здесь выглаживаем и попробуем глину опять же добросать вот динамическая топология вот так вот помогает именно поднастроить лепку ну а посмотрим теперь так это все хорошо это уже понятно не будем тратить на это время можно лепить черепаху или еще так опять же файл новый общие не сохранять и попробуем скульпт так пардон скульпт не сохранять и попробуем сразу файл зайти в новый и нажать так вот скульпт и файл опять же новое и опять же скульптинг не сохранять и зайдем сразу скульптинг сейчас должна появиться сфера вот это родная его сфера и попробуем сразу зайти опять же контент включим динамическую топологию на надпись нажмем пикселей чуть-чуть добавим относительно так настраивать детализацию детализация по кисти и подразделять ребра поставим вот такая штука получается в принципе рисует ломки как таковой нет поставим теперь склопывать ребра вот уже не очень хорошо жмем ctrl z ctrl z ctrl z и теперь поставим подразделять и схлопывать получатся какие-то артефакты посмотрим как это все вытягивается вот вы видите что у родной идет ломка и попробуем по этой ломке порисовать как она будет меняться сетка вот сетка уплотняется в принципе меняется можно работать но лучше наверное подразделять и схлопывать вот так да теперь как это все поддерживает выглаживание как меняется сетка так тут немножко тоже хорошо хорошо все повело и вот эту сетку уплотняем которая повредилась расстанулась и так далее вот меняется за кистью структура именно сетки посмотрим сетку вот так все это дело тут выглядит здесь вот она меняется как в скульптрис альфа 6 а здесь вот она вот такая вот и когда вы ведете вы видите насколько она уплотняется как она преобразуется словом изменение на лицо опять же нажимаем Z и сплошной включаем мы попробуем теперь модификатор зайдем в модификатор и нажмем разделение ребер закроем закроем сборка применить вот уже в принципе можно работать еще лучше динамическая топология включена и вот можно сейчас я на английский перейду это правка это настройки это интерфейс это перевод отключаем русификацию и сейчас как это все дело называется включаем модификаторы это модификаторы это называется decimation вот этот сабдивизии коллапс планер л гурицы словом модификатор тоже классно сетку формирует вот такая штука можно подправлять то что здесь поломалось опять же выкладывать и сетка преобразуется в нормальную все закрываю тему динамическая топология помогает лепить именно классно вот так все всем пока до свидания